Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Итак, у меня печатевые семейные проблемы начнут с самого начала. Моя супруга очень хороший человек, но старше у меня на 10 лет. Так, вот первый момент. Сразу. Моя супруга очень хороший человек, но старше у меня на 10 лет. Знаете, надеюсь, вам не покажется странным то, что я скажу, но многие люди хорошие. Многие люди очень хорошие. Но простите, далеко не на всех хороших людях женятся и далеко не до всех хороших людей выходят замуж. Возникает вопрос. А что вас привлекло в вашей жене, в вашей супруге, помимо того, что она очень хороший человек? Любили ли вы ее, любите ли вы ее? И так далее. Какое у вас отношение к своей супруге? На момент, когда вы сблизились с другой семьей, на этот момент у вас отношения с супругой вашей были какие? Были ли они настолько проблемные, что можно, например, сказать, что меня супруга не удовлетворяет, вот, ну, как и так, мне хочется, да, полностью. И так далее. Но выйдет с ней ради чего-то все равно вместе, по идее. Далее. Вы говорите. Она старше меня на 10 лет. Интересно, что вы говорите, но старше меня на 10 лет. То есть, как бы, противопоставляете ее возраст тому, что она хороший человек. Это вот, на мой взгляд, тоже показало, знаете, так довольно интересно. Или даже, я бы сказал, любопытно. Во-первых, где связь между тем, что она очень хороший человек и возрастом? Это первое. Связь-то где между этими двумя веществами? И есть ли она вообще, эта связь? Далее. Есть ли она, как вы говорите, такой хороший человек? Но, старше вас на 10 лет, значит, вы ее сами выбрали? Получается. Давайте тогда подумаем так. А чем вы руководствовались при выборе? Чем вы руководствовались при своем выборе? Какие у вас были, может быть, критерии этого самого выбора? И так далее. Знаете, если мужчина, да и вообще любой человек, любой партнер, выбирает себе партнеры другого, старше него на приличное количество лет, а 10 лет – это приличное количество, все-таки, то у этого есть определенные основания. И родом эти основания всегда идут из детства. Я бы даже сказал, что в психоанализе это можно назвать, знаете, эдиповым комплексом, проявлением эдипового комплекса. Когда мужчина, значит, как бы хочет, чтобы его девочка была старше него, видя в ней неосознанно, там, свою маму, например. Но это, соответственно, нужно разбирать, разбирать этот самый эдипов комплекс. Но это только лишь одна причина. Причины могут быть разные, необязательно эдипов комплекс. Могут быть и другие причины, вот. Но суть остается именно такой. Суть остается именно такой. Что-то послужило для вас основой того, чтобы вы выбрали женщину старше себя на 10 лет. Может быть, вы заполняете таким образом определенную пустоту в своей жизни, в своей душе, в своем сознании. Может быть, ваша супруга вам таким образом что-то должна была додать. Как вот это иногда бывает. А вы ее как таковую в действительности и не любили по большому счету. Но я не говорю, что вы ее вообще не любили, конечно. Может быть, вы ее и любили. Может быть, вы любите ее и до сих пор. Но нужно понимать, четко понимать природу вашего отношения к ней. Далее вы говорите, что у нас часто не сходится мнение. В большинстве случаев у нас не сходится мнение. Она домашняя. А я не сказать, что у вас с собой гуляка, но работа забирает все мое время. И иногда хочется сходить в клуб и оторваться с друзьями. Но нет, нужно идти домой. Здесь тоже возникают вопросы к вам. Ну, а точнее, определенные нюансы, о которых я хотел бы сказать. Во-первых, то, что у вас не сходится мнение, ну, само по себе это нормально. Нормально, когда два взрослых человека обладают в общем и целом вполне разными мнениями. Это нормально. Момент здесь, скорее, немножечко в другом. В том, что вы говорите, что для вас это проблема, судя по всему. Что вы во мнение не сходите. Хотя, несмотря на то, что это нормально, Нормально, что люди не сходятся во мнении, Для вас это, судя по всему, проблема. И я хотел бы, чтобы вы сказали, ну, чтобы вы подумали, Почему для вас это проблема? Вот просто, почему для вас это проблема? Серьезная проблема. Далее, вы говорите, что я не особый гуляк, Но работа отнимает у меня много времени. И иногда хочется оторваться с друзьями, Но нет, нужно идти домой. То есть, для вас это как обязанность. То есть, вы понимаете, что Домой выйти не хотите, Но нужно. Потому что жена ваша будет вас сто, видимо. Как-то ругать и так далее. То есть, она вас не понимает. Говорит вопрос. Было ли так всегда, Что она вас не понимала? Или так происходило, Начало происходить, После каких-то определенных событий, Например, вашей жизни с ней. Если так было всегда, То что изменилось у вас? Вы же, получается, ее принимали изначально. Вы же ее изначально, получается, Любили такой, А потом перестали. Вопрос, почему перестали? Это одно. Второе. Если началось с определенного обстоятельства в вашей жизни, То есть, если, Ну, если у вас что-то изменилось в вашей жизни, И она начала так себя вести, То, что именно изменилось в вашей жизни, Почему вы об этом не разговаривали, Почему вы это не обсуждали? Все это, в принципе, Нужно делать, Нужно разговаривать, И нужно обсуждать, Это нормально, Это естественно, Это правильно, И так далее. Но вы этого все не делали. Вопрос, опять же, к вам. Почему? Почему вы этого не делали, да? Вот. И вот эта вот обязанность ваша, Как вот вы говорите, Что я должен идти домой. Ну, знаете, Вот это вот должен идти домой, Это, ну, вообще, Совершенно просто не серьезно, Потому что, Если вы женаты, То вы берете в жены Ту женщину, Такую женщину, Которая принимала бы вас Такой, Таким, какой вы есть. А если это не так, То возникает вопрос, А зачем вам такая женщина Вообще нужна? Вот. То есть, опять же, Что заставляло вас Против воли Идти домой. Почему? Вы не могли, Грубо говоря, Донести до Своей Жены, Донести до нее То, Вот как раз, Что вы говорите нам. То есть, Какие установки, Грубо говоря, Ей мешали Это принять Для себя. Надо так, Что вот вам Будет оторваться С друзьями И так далее. Почему она В этот момент, Грубо говоря, Думала О себе И не думала, Там, например, О вас. Вот. И как вы Все терпели Ну а дальше, Дальше Это то, Что вы Описываете Значит, Поднагомили С одной Семьей И как-то Близли Стали дружей И дальше В общем-то У вас Там Появилась Определенная Симпатия Как вы Говорите В общем-то Все закрутилось Завертелось Да И в итоге В итоге Там По-разному Начались Начали проявлять Себя Ситуации По-разному Я думаю Я думаю Что Проблема Которая У вас Вот Именно На Этом Этапе Возникла Заключается В том Что Вы Свою Неудовлетворенность Отношениями С Женой Просто-напросто Пытались Реализовать Как-то Вот Через Эту Эту Женщину И В принципе Все То есть Очевидно Что она Она Эта Женщина Привлекала Вас Именно Этим Тем Что Вот Она вам Что-то Дала Она вам Что-то Давала Такое Чего Не давала Ваша Жена И Весь Вопрос В заключается В том Осознаете Вы Это Или Нет Вот Ну А дальше Вы пишите Что Она Для Меня Была Табу Она Замедем В Ее Горький День В Один Горький День Муж Погиб Я Занес Полной Организацией Всего Как К этому Отнеслась Ваша Жена Опять же Непонятно Не Заметил Как Близился С ней Где Была В этот Момент Ваша Жена Непонятно Она Отвечала Мне Взаимностью Но Я Списал Все На Ее Стресс Да И Своего Ребенка Я Люблю Больше Своей Жизни Вот То Может Вы Пытались Сохранить Свой Брак Ради Ребенка А не Ради Жены То Ребенок Вы По сути Воспринимали И Возможно Воспринимаете Как Средство Для Аргумент Для Сохранения Своего Брака Вот В один Момент Я Сдался Пишите Вы Мы Были Вместе Но Знаете Здесь Опять Вы Говорите В один Момент Я Сдался Что Это Значит Вече Вече Слав Вы Же Успитывали Все На Стресс Ее А Вы Же Ну Как Б Ребенка Своего Любите Очень Сильно И В один Момент Вы Сдали Как Так Получилось Что Мотив Не Вступать С ней В связь С Этой Женщиной Отошел На Второй План А Появился Другой Мотив Вступить Чем Руководствовались И Почему Далее Значит Ну В общем Она Поставила Условия Уехать В другой Город Но Я Не Смог Все Бросить Что Именно Все Кого Бросить Четство Бросить Если Вы Уже Делали Шаг К Этой Женщине Непонятно Она Уехала В связь В этом Новости Переписки Но Все Это Время Я Только И Думаю О Ней Без Немножко Сбившего Где Все Это Время Была Ваша Супруга Как Она Вообще К Куя На Роли Вообще Во Всем Этом Игра Игра И Игра Значит Зали Вы Писать Брата Вы Мы Все Хорошо Ном Игра Списана Любовь К ней Знать Вообще Непонятно Что Вы Здесь Пишите Сп нас Отшfer Мы о ней, мы встретились, вроде бы все хорошо, но во мне опять вспыхнула любовь к ней. Если, что вы вкладываете в понятие «все хорошо», и кажется, у вас коррелируется с тем, что опять вспыхнула любовь к ней. А чего вы ожидали, если вы все время о ней думаете? Не очень понятно. Она мне отвечает, что решила жить в одиночестве, так как по-прежнему любит своего погибшего мужа. Ну, окей. Вы просили отпустить вас, то есть, по сути, вы не хотите брать ответственность за себя в этих отношениях, во взаимодействии с ней, как бы не захотели уехать с ней, не поняла, все бросить, хотя уже фактически все бросили. Но она категорически этого не желает делать. Простите, а как именно она вас не отпускает, если она решила жить одна, без вас? Как она вас не отпускает? Вот не очень это понятно. Мне кажется, что вы сами ее больше не отпускаете, чем она вас, если честно, вот по вашему тексту. Далее, значит, я решил вернуться и развестись там, что устал, жить в обмане, три года, люблю я, ничего не могу с этим поделать. Ну, знаете как, вот то, что вы решили развестись, это форма. То, что устали жить в обмане, это причина. И отчасти это хорошо. Если вы устали жить в обмане, то логично было бы вашей жене рассказать о том, что вот, собственно, произошло. Ну, или то, что происходило, например, все это время. Рассказать вашей жене о том, что она вас чему-то не устраивает. Рассказать вашей жене о том, что у вас есть определенная неудовлетворенность и так далее. Это да. А уже, что вы решите оба, будете ли вы, например, разводиться или не будете ли вы разводиться, будете ли вы пытаться наладить отношения друг с другом, или не будете ли вы пытаться наладить отношения друг с другом. Это уже, я полагаю, решать исключительно вам. И здесь мне не очень ясен мотив вашего, как бы, вопроса. То есть вы говорите, у меня вот семейная проблема, но вы не задаетесь вопросом, как такового. А вопроса задать как раз таки надо было, потому что непонятно, от чего вы хотите. То есть вы решили вернуться и развестись, но куда вы решили вернуться, откуда вернуться, непонятно. Понимаете? То, что вы устали решить в обмане пригода, это, в общем-то, вполне понятно. Понятно, я вас понимаю. Вот. Но поймите и вы, что для начала нужно рассказать жене, что, как есть, и поговорить с ней. А после у тебя решить. А после подумать, какие вам отношения вообще нужны. Потому что, вот вы выбрали женщину, а у вас с ней отношения не видали. Почему не видали. А непонятно. Вот об этом нужно разговаривать. Об этом нужно думать вам. А там уже будет видно, как и что вы будете делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!